В эти дни смертоносной пандемии и мирового финансового кризиса страх растет как никогда. Наш гость когда-то был высоко поставленным прислужником сатаны и продал свою душу дьяволу. И он утверждает, что страх — это оружие дьявола номер один. А вы готовы избавиться от страха и ощутить полную свободу? Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет. Исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Всякий раз, когда я разговариваю с Джоном по телефону или с ним лично, я не могу поверить, что он провел 25 лет в кровном завете с сатаной. А вы действительно изменились с тех времен, скажу я вам, и вообще для такого вида деятельности. Да, это так. Это был настоящий кровный завет с сатаной. Как же вам удалось из него выйти? В 99-м году я покинул свое тело и отправился прямиком в ад. Там мне явился дьявол, он рассказал мне, как сильно он меня любит. Он не мог меня отпустить, потому что тогда ему пришлось бы меня уничтожить, а я был особой фигурой в его царстве. У меня был дар колдовства и астральной проекции. Я был одним из его мучителей, которые нагоняют на людей страх и разрушают их жизни. Дьявол сказал мне, я не могу тебя отпустить. Но тут в аду появилось распятие Иисуса Христа, ибо даже в Слове Божьем сказано, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Когда я попал в ад и покинул свое тело, там мне явился дьявол. Он был в бешенстве и хотел меня уничтожить. И только он хотел меня схватить, между нами возникло распятие Христа. И когда он потянулся к нему, распятие упало на него, и он рухнул на землю. У него не было силы. Я не мог в это поверить. Я попытался убежать оттуда, но тут он встал и снова попытался меня схватить. И тут снова появилось распятие Иисуса Христа. Когда дьявол коснулся его, он упал, словно какая-то бумажка. «Господь Иисус Христос освободил меня, и тогда я снова вернулся в свое тело». Вы рассказали мне, что дьявол взял вас в тиски своим оружием номер один и так держал вас, пока вы занимались колдовством, и этим оружием было не что иное, как страх. Да, страх. Дьявол — это духовный фараон. Он нагоняет страх на людей, занимающихся оккультизмом. Он нагоняет на людей просто ужасающий страх. Вы знаете, что если вы что-то пропустите, не выполните какое-то задание или ритуал, или не проведете нужные церемонии, то умрет кто-либо из вашей семьи. Либо вы сами... Какая ужасная жизнь. О, да, это ужасная жизнь. А тогда вы это понимали? Мне интересно. Тогда вы понимали, как ужасна была эта жизнь? Конечно, понимал. Но с другой стороны, если бы я отказался, я бы подписал себе смертельный приговор. То есть вы были его узником. Хочу, чтобы вы сейчас посмотрели в камеру и обратились к тем, кто практикует сатанизм или колдовство, и сказали им, что для них есть свобода. Я хочу сказать вам, если вы в своей жизни практикуете колдовство, нью-эйдж или какие-то оккультные практики, то они вам лгут. Ибо дьявол — это отец лжи. Он лжет вам, что иначе он вас убьет, чего-то лишит или уничтожит вас. У вас есть возможность, другой путь, чтобы выйти. Эта возможность — это Иисус Христос. Когда-то он сделал это для меня. В 99-м году он меня освободил. Я мучился 30 дней. Если дьявол так силен, так как же вам удалось от него избавиться? У дьявола есть сила. Дьявол располагает просто сумасшедшей силой, но верующему эта сила не страшна. А тогда вы подозревали, что у верующих есть что-то особенное, когда вы входили в них или делали другие подобные вещи? Или же вы просто проклинали их? Что вы вообще делали? Будучи прислужником дьявола, я по большей части совершал астральные проекции. Я выходил из своего тела и проклинал целые области и районы и заколдовывал их. Что значит астральная проекция? Вы покидали свое тело? Да, я покидал его. Я заключил договор с бесом. Я вылетел из своего тела и проклинал разные места. Я колдовал там, где была бедность, и делал всякие подобные вещи. Дьявол хотел, чтобы я создавал твердыню в его честь. Мне встречались и верующие. Они умели молиться и прогоняли меня, и мне все никак не удавалось выполнить свою миссию. Сегодня страх — это очень распространенное чувство. Его можно встретить и во многих местах. Скажите, где именно люди страдают от страха? Они думают, что это их собственное чувство, но это ведь не так? У дьявола есть три степени мучений. У мучительного страха есть три степени — это беспокойство, панические атаки, а затем мы ощущаем мучение от страха. Обычно дьявол начинает с беспокойства, и тогда мы начинаем беспокоиться. Беспокоимся о работе, о завтрашнем дне, о своем будущем, о своей семье, о деньгах, о карьере. После этого у нас начинаются панические атаки. А после них дьявол насылает на нас мучителей, несущих страх нам и нашей семье. Но у меня есть хорошие новости. Я знаю, как бороться, разоружить и искоренить, и убрать страх из вашей жизни раз и навсегда. Я знаю, как это сделать, потому что я был одним из прислужников дьявола. А по своему опыту вы можете сказать, насколько сильно страх распространен среди христиан? Дело в том, что Бог послал мне просто замечательный дар. Он научил меня служить у алтаря. Когда я начинаю служить у алтаря, люди вскакивают со своих мест. Даже если в зале пара сотен человек, все они подходят к алтарю, чтобы за них помолились. Я, как и Иисус, молюсь за каждого отдельно. Иногда молюсь по шесть часов, и девять из десяти говорят мне, «Послушайте, я не знаю, что делать. Этот страх мучает меня с самого детства, с самых юных лет. Он разъедает меня, словно рак духа. Все так и есть, разумеется, но я могу разбить дьявола, словно пентьягу». Мне это нравится. В мире есть много людей, которые борются со своими страхами, и часто они связаны с плохими мыслями и с бесами. Да, с бесами. Это особая комбинация. Именно этому и посвящена ваша новая книга и компакт диски к ней. Неужели люди могут освободиться от своих страхов? Говорю вам, дядя Сид, что люди могут обрести свободу. Я уверен в этом так же, как в том, что завтра будет завтра. Люди обретут свободу, потому что у дьявола есть свои шаблоны и методы действия, в основе которых лежит страх. Иногда у вас бывают периоды страха, мучений и подобных вещей. Они находят на вас и обтягивают вас, как пиджак прямого покроя. Они охватывают ваш разум, мысли, тело и ваше сердце. И вы хотите стать для них тренером, да? Разумеется. Хочу научить вас, как убрать этот страх, искоренить его и начать жить в полной свободе. Я считаю, что вы должны сами принять решение. Да, вы должны сами решиться. Вы должны сделать шаг вперед. Вы должны сказать, знаешь что, страх? Я отрекаюсь от тебя. Я прогоняю тебя. Сегодня наступил тот день, когда ты покинешь мою жизнь раз и навсегда. А может ли такая болезнь, как, например, рак быть от бесов? Конечно, в царстве тьмы мы называли таких духов духи немощи. Вы просто посылаете их. Очень многие люди испытывают страх, когда врач сообщает им, что у них в крови что-то обнаружили или нашли уплотнение. Они не могут спать. Они не могут успокоиться. Не могут есть, потому что из-за одной плохой новости, одного плохого слова или одного плохого момента ими овладевает страх. Такого человека парализует, и страх начинает контролировать их. А теперь расскажите нам историю о мусульманке. Это просто удивительная история, ибо Бог любит всех. В тот раз я позвал людей к алтарю в Квинсе. Ко мне подошла эта женщина и сказала, «Джон, я хочу вам кое-что сказать. Мне осталось жить всего полгода». Я переспросил, как это. И она объяснила, у меня рак четвертой стадии. Доктор сказал мне, «Иди домой и побудь со своей семьей». Я спросил, «Вы христианка?» Она сказала, «Нет, я мусульманка. Я пришла сюда, потому что вы мой последний шанс». И тогда я ответил, «Мой Иисус может вас спасти и исцелить». Она ответила, «Да, мне нужен Иисус». И тогда я попросил ее подойти поближе. Возложил на нее руки. Она отреклась от своей веры и приняла Иисуса. Отреклась от рака и сделала Иисуса своим Господом. Я возложил на нее руки и сказал, «Во имя Иисуса, Отец, яви ей, что она может исцелиться». Потом я просто ушел. Через год я снова пришел в эту церковь. И прямо перед входом в нее стояла женщина, широченной улыбкой. Она смотрела на меня, а я посмотрел на нее и подумал, что-то с ней не так. И тут она спросила, «Вы меня помнится?» Я ответил, «Мне очень жаль, но нет». В тот момент я думал о каких-то своих проблемах. И тогда она сказала, «Я должна была умереть еще полгода назад». Я спросил, «О Боже, почему?» И она ответила, «Иисус исцелил мое тело». Я вернулась к своему врачу и сказала, «Доктор, осмотрите меня еще раз». И врач осмотрел ее, но перед этим он сказал, «Послушайте, вам же советовали пойти домой и побыть семьей. Не беспокойте меня». Но она настаивала, «Пожалуйста, мы ничего не видим», сказал он. «Может быть, у нас барахлит аппарат?» Она обрела исцеление во имя Иисуса. А почему вы называете верующих спецназом и духовными снайперами? Своим сердцем я верю, что Бог даровал нам нечто удивительное. У нас есть мощное оружие в этой войне. У нас есть духовные снайперы. Мы можем ворваться в лагерь дьявола и начать там стрелять, и все уничтожать, или даже сбросить на него атомную бомбу, и уничтожить все бесовские алтари, которые были возведены против нас, наших семей, наших близких, финансов, целей, судеб, карьер, мужей, жен. У нас есть небесные орудия против всех бесовских деяний, направленных против нас. Это есть спецназ и духовные снайперы. Мы должны совершать духовные молебны и знать, что делать. Это и есть спецназ. Мы прыгаем на врага. Будучи генералом сатаны, Джон узнал, что у верующих есть два наиболее мощных оружия, которые в буквальном смысле нагоняют страх на сатанистов. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Сегодня мы говорим о страхе, об ужасном страхе. Если кто и может освободить людей от страха, то это Джон, Джон Рамирес. Итак, Джон, вы сказали, что в распоряжении каждого верующего во Христа есть два оружия, которые сильнее любого беса и демона Аводов. Что это за оружие? Дядя Сид, лично я считаю, что нет более великого оружия, чем имя Иисуса Христа. Оно может сломить любую цель. А правда, что мы не все видим, когда прибегаем к имени Иисуса? В невидимом нам мире это имя сотрясает основы ада и царства духов. Оно парализует дьявола и его приспешников. Это имя имеет власть над всеми болезнями, над каждым мучающим вас бесом страха. Это имя уничтожает их. Бесы дрожат уже от одного звука этого имени. Джон, а какое же второе оружие? Это кровь Иисуса Христа. Когда я говорю, я взываю крови Иисуса для своей семьи, я взываю крови Иисуса для своего дома, я взываю крови Иисуса там, где я работаю, я взываю крови Иисуса в своей машине, что тогда происходит. Что касается царства духов, то давайте вспомним, как Моисей помазал кровью косяк двери, через которую должен был пройти ангел смерти. Так и вы взываете крови Иисуса для своей семьи, своих родственников и близких. Моя дочь живет в Бруклине, а я живу на Манхэттене. Я взываю крови Иисуса, когда она спускается в метро, когда она идет на работу, когда она уходит с работы поздно вечером и направляется домой. Я взываю крови Иисуса. Я говорю, дьявол, отойди от нее. Ты ее и пальцем не тронешь. Она не принадлежит тебе. Я взываю крови Иисуса, у тебя тут нет прав. Я уничтожаю тебя и разоружаю тебя. Для меня это как кислород, которым мы дышим. Если вы не будете вдыхать кислород, вы не будете жить. Поэтому мы должны понять, что кровь Иисуса может сдвигать, сотрясать и разрушать. Она разоружает царство дьявола и переворачивает там все. Поэтому мы должны вызывать крови Иисуса. Вы должны говорить это сами. Пусть две эти вещи станут вашим языком духовной войны. Это кровь Иисуса и имя Иисуса. Когда я просыпаюсь утром, я говорю, Иисус, спасибо, что пробудил меня этим утром. Он это серьезно. И знаете, что еще замечательно? Даже тот, чья вера мала, может сделать то же самое, что делал Иисус. А если вы и вправду верите в Библию, то тогда вы сможете сделать еще больше. Но как? Нужно просто ответить на вопрос, как нам жить без страха. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Многие зрители делятся с нами историями о знамениях и чудесах в их жизни, а также об исцелении благодаря просмотру программы «Это сверхъестественно». Мне 23 года, и я просто хочу порекомендовать всем вашу программу. Это действительно нечто сверхъестественное. Я слушаю ее почти каждое утро. Меня вдохновляет тот факт, что вы посвятили свою жизнь поиску и донесению до людей истины. Если ваша жизнь изменилась после просмотра программы, поделитесь новостями с нами на нашем сайте. Это сверхъестественно. Джон, а теперь расскажите нам о Дейзи. Дейзи была другом нашей семьи и исповедовала оккультную Сантерию. Сантерия — это поклонение демонам. Она прошла крещение в колдовстве, ритуалах и церемониях Сантерии. Когда я пришел к своей маме и сказал Дейзи, которая была у нее в гостях, «Привет, Дейзи! Ты же знаешь, что произошло со мной, как Бог освободил меня?» Она ответила на это, «Джон, мне страшно. Если я уйду, они меня убьют». Я сказал ей, «Послушай, меня же не убили, тебя не убьют. Пусть Иисус станет твоим Господом и Спасителем. С тобой все будет в порядке». И она сказала, «Хорошо, мне нужен Иисус». Она приняла Иисуса, а потом пошла к управляющему домом, где она жила и сказала, «Зайдите, пожалуйста, ко мне и выбросьте на помойку все колдовские вещи, что у меня там». Все это полетело на помойку. А через два месяца Дейзи скончалась. Я пошел на ее похороны из уважения. Я знал, что она стала верующей. И к моему ужасу туда пришли все колдуны и высоко поставленные поклонники дьявола, с которыми я имел дело целых 25 лет, и стали нагонять на людей страх. Они лгали, говоря всем, «Она умерла, потому что мы ее уничтожили». И мы пошлем вам тот же дух. Это дух смерти, дух преждевременной смерти. Они выпускали бесов страха. И тут пришел я. Они увидели меня и сказали, «О, Боже, и ты здесь. Разве мы тебя не убили? Мы же истратили на это столько колдовства». И тогда я ответил, «Вам меня не убить. Со мною кровь Иисуса Христа». Джон, так как же нам начать жить без страха? Знаете, в послании к евреям есть просто изумительные слова о страхе и вере. Многие великие божьи женщины и мужи начинали свой путь в страхе, но смогли преодолеть его через веру. Если мы хотим почитать о вере, мы должны обратиться к посланию к евреям. Там рассказывается об обычных людях, но Бог избрал их, чтобы посрамить дьявола. Вы тоже можете начать свой путь в страхе, но в конечном итоге победить, благодаря своей вере, в побеждающего Христа Иисуса. Я часто говорю это людям. Мы много читаем Писания, но порой мы читаем их так быстро, что ничего там не понимаем. Вы говорите, «Я люблю свою жену». Ведь так? И еще, «Я люблю свою дочь». «Я люблю своего сына». Вы говорите, «Я люблю тебя». И уходите. Или «Я скучал по тебе». И тоже уходите. Так не пойдет. Этого мало. Когда вы читаете Писание, вы должны проникнуться им. Вы должны проникнуться Писанием. Поэтому, когда я читаю Писание, я читаю его медленно. Я читаю Писание так, будто говорю Богу. «Я так сильно люблю тебя за то, что ты сделал для меня». Я читаю его неспешно, чтобы Бог ощущал это своим сердцем, ибо я в долгу у распятия Господа Иисуса Христа. И поэтому, когда я читаю Священное Писание, страху нет места в моей жизни. «А не могли бы вы сейчас помолиться за нас, чтобы мы преодолели наши страхи?» Конечно, я хочу обратиться сейчас ко второзаконию. Бог оставил нам в Своем Слове несколько удивительных обещаний. Он не из тех, кто врет. Его Слово сильное и прекрасно. Запомните это. Вы можете оставить его у себя в духе. Когда я открываю Писание, оно буквально входит в меня. И сейчас я прошу вас делать так же, как делаю я, если вы смотрите нас сегодня. Прошу вас читать Писание так же, как читаю его я. Читайте так каждое слово, которое сказал Бог, каждое Божие обещание. Пусть эти слова будут относиться и к вам. Я считаю, что Слово Божие не общее. Оно для вас и Бога. И когда я открываю второзаконие, я говорю, «Господь Сам пойдет предо мною». Он пойдет предо мною, дядя Сид. Это значит, что мне не надо ни о чем беспокоиться. Мне не нужно ничего бояться. Он сказал, что он будет со мною. Он не покинет меня и не оставит меня. Мне это гарантировали. Поэтому я не буду бояться, ибо Бог каждый день посылает мне обещания. Я не буду бояться и не буду ужасаться. Если вас мучили, а ваш разум был пронизан насквозь ложью врага, то пришло время совершить прорыв. Это ваше божественное предназначение, благодаря которому вы сможете придерживаться Слова Божьего. И оно вечно, поверьте мне. Слово Божие не имеет срока годности. А теперь помолитесь за нас. Послушайте, что говорит нам Господь. Это мой любимый стих из Писания. Это второзаконие, 31 глава. Там сказано, «Господь Сам пойдет предо мною». «Он будет со мною». «Он будет со мною». «Он не покинет меня и не оставит меня». «Он не покинет меня и не оставит меня». «Я не буду бояться». «Я не буду бояться». «И ужасаться». «И ужасаться не буду». «Я не буду ничего бояться». «Я ничего не буду бояться». Если вы смотрите нас сейчас и слышали нашу молитву, представьте, что вы покрываете глазурью торт и скажите, «Господь Иисус, стань моим Господом и Спасителем!» Давайте скажем это прямо сейчас вслух. Повторяйте эту молитву за мною. И те, кто смотрит нас из дома, и те, кто сейчас у нас в студии, повторяйте за мной, пожалуйста, эту молитву. Скажите так, «Дорогой Бог, я совершил так много ошибок, но я знаю, что кровь Иисуса смоет эти ошибки, и отныне я чист перед Тобою. Я прошу Тебя, Иисус, стань моим Господом и Спасителем и поселись внутри меня, и никогда не оставляй меня. Я люблю Тебя, мой Господь. Я хочу всегда пребывать с Тобою. Во имя Иисуса. Аминь. Джон, а теперь я хочу, чтобы вы от всего сердца помолились за все те миллиарды людей, которым сейчас нужна свобода. Я прямо сейчас хочу помолиться за вас. Я вижу все те бесовские силы, которые управляют вашей жизнью. Они могут управлять всем вашим родом и открывать любые двери вашей жизни. Я уничтожаю всякий бесовский страх, всякого мучающего и отягощающего вас демона. Я сламываю все бесовские болезни или парализую всех бесов, несущих угнетение, депрессии и самоубийство. Я побеждаю всех прислужников сатаны и разрушаю все сатанинские алтари. Я разрушаю все козни дьявола в духовном царстве, направленные против вас. Пусть Бог осудит всех этих бесов и прислужников дьявола. Я разрушаю все это кровью Иисуса Христа. Я обращаюсь к вам сейчас во имя Иисуса Христа. Смотрите в следующем выпуске. Меня зовут Кэнди Смиттимен. Знаете ли вы, что являетесь Божьим порталом для встреч со сверхъестественным? Смотрите следующий выпуск программы «Это сверхъестественно». И я расскажу вам, как нести небеса всюду, куда бы вы ни пошли. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. АСН — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение АСН сегодня. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купюю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота.